25 ноября состоялась онлайн-церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Казанским университетом и Национальным институтом развития человеческих ресурсов Министерства управления персоналом Республики Корея. С приветственным словом выступили руководитель аппарата президента Республики Татарстан Асгат Сафаров, президент Национального института госпожа Пак Чонран, присутствующая онлайн, и ректор Казанского федерального университета Альшат Гафуров. Учитывая активную международную деятельность Республики Татарстан, процесс профессионального развития республиканских служащих неразделимо связан с изучением зарубежного опыта и использованием современных образовательных технологий. Пожалуй, это и является основной областью взаимного интереса Казанского федерального университета и Национального института. Асгат Сафаров также подчеркнул, что установление сотрудничества между вузами открывает множество возможностей для обоюдного созидательного развития системы профессиональной подготовки кадров на государственной службе и послужит вкладом в развитие гуманитарных связей между Республикой Татарстан и Республикой Корея. Передовой опыт в области цифровизации государственного управления, выстроена система развития человеческого капитала, прогрессивные методики в сфере электронного обучения очень актуальны для Республики Татарстан, особенно в период пандемии. Поэтому достижение Национального института развития человеческих ресурсов как одного из мировых образовательных центров представляет для нас особый интерес. Церемония прошла под эгидой празднования 30-летия установления российско-корейских дипломатических отношений. Ректор Казанского университета отметил, что подписание меморандума сможет послужить дальнейшему развитию проектов. Сегодня мы подписываем меморандум о взаимопонимании между нашими образовательными учреждениями, который призван стать нормативной основой для развития полноформатного академического сотрудничества. Уверен, что наши коллеги продолжат активное взаимодействие и успешно реализуют намеченные планы, а меморандум превратится в более конкретные соглашения и проекты. Кристина Надышина, Леонард Валитьяров, Универньюз.